вот еще одно коротенькое видео для начинающих для профессионалов это не нужно вот мы сегодня потренировались делали тест грибочком и естественно надергали кучу шишек 5 10 15 20 и так далее вот для того чтобы быть все время форме идти вперед надо вот эти вещи сейчас покажу брать и забивать то есть отрабатывать мастерство постоянно все это делать забивать я вот это сейчас снимаю потом сяду буду забивать под разными углами я понаставил шишек понадергал тут всего не все это кстати забивается и не всегда в ноль вот я так сказать наделал их потом сажусь и забиваю и тренируюсь вот тренировки всегда и всем нужны вот я потом это дело покажу как это и чего получается потому что чтобы стать мастером надо все время повторять материал то я хочу со временем стать мастером поэтому надо вот тренироваться на всех этих шишках или на перевернутых вмятинах то есть мы вмятины забиваем как бы условно перевернул деталь вот забиваешь а если перевернуть наоборот снутри то будет вмятина то есть вмятина это тоже перевернутая шишка ладно я так сказать довел то что хотел сказать молодым ребятам кто начинает и пробует свои силы что вот такие вот тренировочки они всегда на пользу и обратите внимание здесь у меня продолговатые разных форм а здесь у меня чуть другие вот частности змейка вот она видна от этих кековских гусениц пистонов таких вот попробуем гусеничку позабивать как она будет забиваться интересно в природе так сказать в работе встречаются и не такие вещи вот есть вариант попробовать свои силы продолжаем тренировочку вот как мы видим я по отметил шишечки которые надергал сегодня вот начинаем забивать потихонечку берем для этого пробойники первые попавшиеся любые искать какие под руку попадаются и люблю работать всегда немножко разными разными пробойниками работаю просто чтобы как бы опять же не одним инструментом работать ну и самое главное в этом деле это конечно волшебная палка забивал к без нее куда начинаем потихоньку рабыть вот смотрим потихонечку что у нас получается это до идеала не собираюсь берем дорожку допустим и потихоньку ее по одной забиваем дело в том что вот здесь видно вот я как бы позабивал но еще чуть шишка яма шишка яма тут получились как бы металл ямки их как бы как поклевать хочется но это малярская так сказать мы его сюда путать не будем вот берем забиваем потихоньку постепенно по одному забили одну шишечку тут как бы не до идеала но забита теперь вторую третью четвертую пятую вот потихонечку бьем их смотрим вот была шишечка уже мы ее заколотили осталось две конечно еще раз говорю нет не до идеала просто ради тренировки и как мы видим возле забитых шишек все равно остается ямы вот это как раз вот тому вопросу кто смотрит внимательно мои как бы как их назвать киношки не киношки клипами не назовешь конечно ну вот кто внимательно смотрит по порядку мои фильмы небольшие коротенькие вот я там говорю о том что не надо перетягивать потом вот шишку можно забить так я смотрю как бы когда вот так прям по низу смотришь лампу далеко ставишь видно что остаются ямки то есть шишку ты забил а вокруг нее остаются ямки в данном случае опять же обращаю внимание что я вот так лампу ставлю для того чтобы было удобно снимать чтобы было видно на самом деле лампу приходится переставлять вот так намного дальше до работы а потом я ее подвожу сюда потому что так неправильно когда вам поблизко видно гораздо хуже но зато это дает мне возможность вот снимать чтобы лучше было видно поэтому приходится мне лампочку туда-сюда конечно двигать ну ладно не будем отвлекаться так вот осталось вот еще у нас две шишечки забить поехали продолжаем нашу тренировочку вот мы видим осталось одна шишечка и каждый раз каждый раз я разбиваю очередную там эту 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 шишку каждый раз как бы прохожу вокруг сотрясаю металл чтобы в какой-то степени подровнять но это как бы потом будет съемка как мы видим все равно идеальной поверхности здесь нету но к этому надо стремиться потому что металлчик по подтянутый хотя вот если приглядеться вот низко и далеко лампу ставишь видно что ровно а ямки ямки не остаются то есть металл потянулся и он там провалился его надо в этих местах поднимать а не забивать хотя визуально может показаться вот сейчас как я снимаю наоборот это не забитые шишки нет вот один из моментов так сказать негативных перетяга металла что образуется вокруг ямы ладно забиваем теперь крайнюю шишечку и продолжаем смотрим сейчас попытаюсь показать вот мы видим как бы ямочка да мы видим все верно там недо забитая чуть еще шишка виднеется и рядом с ней яма вот и так вот продолжается из раза в раз и как бы забиваешь 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 по максимуму то есть уже как бы ну можно сказать что забита там так как положено то есть сравнялась с поверхностью а ямки остаются вот в этом и вся проблема надо учиться вот проходить по нескольку раз металл сотрясается и как-то эти ямы выходят наверх то есть как бы сгоняя металл определенным образом можно добиться того что какой-то участок поднимается наверх добивать надо вот этот крайний бугорчик забивать и потом переходим дальше смотрим забили мы но вот здесь видим мы вот здесь вот здесь трудно это и снимать и пояснять вот видим такие как бы вмятинки вот сейчас вот так вот потихонечку опять же прохожу забиваю разбиваю и вот эти вот вмятинки они потихонечку сотрясаясь поднимаются я сейчас попытаюсь получше снять чтобы было видно и и потом позабиваю еще чуть-чуть и сниму еще раз попробую потише сделать свет может быть получше получится вот что у нас получается позабивали мы на микро микро конечно ямочки остались они видны и присутствуют но по-другому снять я не могу если я лампу еще дальше поставлю будет видно очень плохо поэтому приходится вот таким образом делать и снимать вот так вот надо тренироваться по возможности чаще вот здесь не совсем все забито здесь вообще ничего не трогал вот эта поверхность которая рядышком вот мы видим что было и что стало вот так надо тренироваться пока это будет получаться быстро на автомате вот и этим вы добьетесь того что будете шишки забивать на ура вот и все всем пока пока вот таким образом я потихонечку тренируюсь и навыки свои совершенствую особенно для начинающих для таких как я а я недавно этим начал как говорится заниматься учиться потихонечку вот вот надо таким образом себя тренировать вот тренировочке еще никому не мешали все всем удачи пока пока это видео уже под затянулась